Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В сегодняшнем выпуске мы сообщаем о причинах двух русских журналистов, погибших 17 июня 2014 года в Украине, Игоря Корнулюка и Антона Волошина. Сотни русских журналистов работают в Украине и рискуют жизнью. Они сообщают об бомбардировках, о телевейных обстрелах и запрещенном оружии украинской армии, то есть о событиях и обстоятельствах, которых мы в западных СМИ едва что-то слышим. Их записи могут позже послужить как досказательный материал, например, в ГАГе. Они доказывают преступления украинского правительства. Но в ответ украинское правительство пытается завуалировать свои следы и хочет остановить всякое альтернативное освещение, происходящее на Юго-Востоке. Так, например, украинская секретная служба СПУ без лишних слов берет под арест легально въехавши из России журналистов. ЕС принципиально пытаются остановить. Но это не удается, так как граница между Россией и Украиной не везде охраняется. Оба русских тележурналистов Игорь Корнелюк и Антон Волошин были убиты 17 июня якобы при обстреле из украинских кронометов. Однако в силе одного из убитых была найдена пуля снайпера, как объявил руководитель самоназванной Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Тем самым в официальной версии причины смерти что-то не соответствует. 19 июня стал известен черный список украинской секретной службы. Из него разыскиваются 87 человек, якобы предводители Народного Восстания. Среди них многие журналисты русских газет и телеканалов, которые обвиняются в активном участии в деятельности незаконных военных организациях. Указ Министерства внутренних дел Украины в Телеграме всем отделам полиции гласит так «Найти и арестовать». Диктор информационного канала «Россия-1», комментируя охоту на русских журналистов в Украине, сказал, что можно исходить из того, что русские журналисты отданы там официально на отстрел. Заместитель главы администрации президента РФ Алексей Кромов прошлую пятницу на похоронах Игоря Корнелюка заявил, что никто из сотен российских журналистов не ушел оттуда и не хочет уйти, так как они выполняют чрезвычайно важную миссию, они говорят правду, и этим они спасают сотни и тысячи человеческих жизней. Уважаемые дамы и господа, оба российских журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин рисковали жизнью, чтобы как можно сковернее освещать происходящее с места событий в Украине. Клага Мао-Тиви старается и у нас упубликовать такие голоса, чтобы внести свет в неясные взаимосвязи украинского конфликта. Благодарим за ваше содействие приобретать новых слушателей, чтобы широкие массы населения услышали об этом. Доброго вечера.